так сегодня мы едем в карьер переобуваем нашу audi ставим на нее резину viati я на ней езжу уже второй год в прошлом году я ее поставил себе на prado мы ездили в песчаный карьер проявила она себя очень хорошо она не шумит износа вот я год уже на ней почти проездил износа практически нет по бездорожью она себя показала тоже неплохо и для повседневной она очень очень приятно вот на своем опыте я на своей машине на prado почти год на ней проездила по планирование не ловил тормозит она хорошо износа практически нет акустического дискомфорта тоже нет и соотношение цена-качество просто идеально просто идеально за такие деньги купить какую-то другую резину практически невозможно лишь как быть она мэр с китайскую резину поставили когда на скалашматила до самого белгорода трясло много поверьте мы ставили на prado она он стоит сейчас ставим на audi таких проблем не было как тряска тонко дисбаланс это дискомфорт нормальная резина отличное соотношение цена-качество вообще просто шикарно колесо без грузиков совсем до без обмана ладно все хорош давайте переобуваемся и погнали в карьеру здравствуйте дорогие друзья после зимы мы начинаем распечатывать наш замечательный карьер сегодня будет у нас несколько сопротивлений есть два prado 120 один праворульный другой леворульный моторы у них разные разные трансмиссии соответственно будет очень интересно есть также 2 audi вот это интересного цвета я дальтоник не знаю оранжевая какая-то будем считать что это оранжевый audi у нее трехлитровый мотор автоматическая трансмиссия бензиновый трехлитровый мотор новая резина и allroad после вчерашних похотушек он остался без бамперов за ночь они его собрали это ребята кстати из москвы не а мы аренал в общем гостиницу спать но общими усилиями в общем машина приведена в надлежащий вид 32 бензиновый мотор пневма сегодня будет конкурировать с этой audi сотка крузак наверное будет конкурировать с крауном с тем белым крауна сам это прикол в том что мы читаем комментарии да мы читаем комментарии и что пишут то что зажрались у вас там эти машины по 5 миллионов вот эта машина стоит 350 400 тысяч небольшие вложения там порядка наверное не знаю 47 вот 47 тысяч мне вложили привели в порядок чуть-чуть приподняли эту машину там на 3 сантиметра помыла обули новую резину viati и все машина готова водитель новичок вы уже и увидели зовут ее серафима я постараюсь насколько это смогу помочь буду сидеть иногда рядом держаться за руль или за ручку там уже по ситуации будем смотреть пипец я уже хотел руки победно вскидывать да я кстати первый раз вообще в этом карьере за рулем есть сотка больше не показывать конечно будет что вы пока да все будет показывать конечно силы чувствуешь себя конечно такие большие посмотрим заедет ну надо смотреть бампер бампер жалко ну блин я видел как каен страдал ауди ниже газ нажимай нажимай газ на больше газа руль влево газ пол и заднее и переднее колесо все прям вывесило давайте толкнем назад заднюю передачу заднюю передачу включить сильно не газует толкать назад поднимать и нормально тут надо побольше давай теперь даст пол давай давай Ну как, первое испытание, вообще класс, еще б не так бы страшно. Этим машинам здесь не интересно, ну Audi заехал, легковушка, легковушка. Терафима, какой просвет у Audi дорожный? Ну, 150, наверное. Машина пожестче, чем вчера. Смотрим. Не разгоняйте, примерьте сначала. Между прочим, там заезд поплавнее, там ты, может быть, даже и повеселее поедешь. Ну поехали, это следующий. Сразу пробуй вот те горки. Ну топчи. Всегда говорили, аэроу, он едет. Но он едет. Если чуть-чуть ходу возьмем, то... Потихонечку, потихонечку. Это-то отключена сейчас стабилизация, да? Да. Ну все, давай. Топтани, как только давление загорелось. Жми сильнее, тогда давление загорелось. Ну топтани еще чуть-чуть. О, смотри. Как себе, блин. Слушай, да ты умеешь убеждать. Я, наверное, да, умею. Я ездить не умею, а убеждать, наверное, умею. Заедет. Заедет, конечно. Конечно, заедет. Там Миша, он должен подсказывать, он же взялся научить. На поруки взял. Что? Коробка не вывозит. Ну что такое, а? Разогреваешь машину. Я что-то не пойму, почему мне не показывает передачу выбора. Нет, в первой передаче отказала? Возможно, у них не было в комплектации такого. В первой передаче? А ну нафиг, что за бред? Две легковые аути заехали. Я аж на расслабончике. Слишком много музыки в машине? Да. А ты все, уезжаешь? Сейчас я проеду, потому что что-то не валит. Крузак заедет. Крузак? Тяжело, скорее всего. Следующий. Ему надо горы, вон те, вон те горы ему нужны. Смотри, 120 парамар. Мотор 3,4. Мотор 3,4. Легко заехал, да? Сотка уже куда-то была. Давай, 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 давай. Заказай сюда новые дороги на баке. Где? Показывай. Вот все, что видишь, делай интересно. Там правая сторона. Давай, 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 давай. Отлично, отлично. Давай. Давай, 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 давай. Пороги что-то? Да нормально ты что, они их прогладят. Нормально так заехал. Нормально человек сотку эксплуатирует. Просто взял, вот куда видел, туда и поехал. А некоторые ездят по асфальту. Боятся, что там за веточки за маленькие. Блин, это Land Cruiser. Каждый день заказывают новые дороги всякие красивые. Ну да, но это Land Cruiser. На нем нужно ездить нормально. Смотри, смотри, что там двоих. Я не знаю, чего он хотел. Я даже не знаю, куда снимать. Либо переворот Prada, либо переворот Sol. А залезут сюда Prada? Сюда? Да. Миша может. Один уже залез, слезть не может. А вы ходите на встречи Каяноводов? Да, на презентации запонок ювелирных. На распродажу элитных участков земли. Как у него это получилось изящно? Начал газовать и все получилось. Зато просто, наверное, коврик под педаль газа попал и он не мог разгазовать его. Мы надолго прервемся от наших покатушек. У нас приехал Влад. Он болеет за праворульный Prada. Но мы его решили прокатить. Он из Владивостока. Мы решили его прокатить на настоящем немецком AMG. Он говорит, что это все говно. Говно? Это говно. Да, на самом деле. Да, ребята, конечно. Так нечестно все. 800 сел. Ой, у японцев, конечно, аналогов не найдешь. Но... В Владивостоке любят гибридные машины. А пацаны с запада ставят гибридные турбины и валят. А еще у нас есть быстрые Шкоды, которых мы никогда в жизни не слышали. Но они едут, как ваши GTR. Ну, наши и ваши. Тем не менее, лучшие машины делают только для внутреннего рынка Японии. Вот смотри, праворульный грузовичок. Да, смотри, сейчас сердце нам наколотится от радости. Дюн, дюн. Грузовиками тоже занимаются. Четвертая пацанка идет. Блин, ну раз такое дело, раз Влад приехал из Владивостока и пришлось его удивить. Ну, и удивить вас новым цветом раньше, чем, ну, чем задумывалось. Мы хотели через три серии показать этот новый цвет. На инстаграм вы уже видели в моем. Но мы сейчас поговорим с Владом. Мы сегодня весь день с ним спорим. Мы его повезли в кафе. Просто там чуть-чуть слюни у нас не летели. Мы начали реально спорить. Правый руль, левый руль, немцы, японцы. В общем, сейчас я его допрошу специально для вас. А вы пишите комментарии. Ну что, Влад, как тебе МГ? Как тебе 750 сил? Тачка, конечно, крутая. Немцы делают вещи. Он поднимается, кстати, он почувствовал, что я на него сел. Тем более, когда столько сил. Но самые крутые машины, ребят, делают только в Японии. Японские технологии, особенно гибридные машины, только Япония. Электрички, гибриды, низкий расход топлива и, самое главное, надежность. Это Япония. Что тут на нем ездить? От заправки до заправки и с автосервиса в автосервис. Вот только с сервиса мы выехали и поехали кататься. Я ждал. Что там у тебя? Колесо пробило? Да, но это проблема. Мерседес у них пробивает колеса. Короче, АМГшное литье нифига не держит. Все уже в трещинах. Вот только поставил. Короче, Мерседес там, где он должен быть. Ладно, давай ближе дело. О чем мы еще не спорим? Ты говорил, что вы возите машины. Ну и что? Да, ребят, мы занимаемся машинами из Японии. Поставляем по всей России. Вот приехал сегодня в гости как раз таки поспорить по поводу немцев и японцев. Занимаемся японскими машинами, поставкой с аукционов Японии. Чистокровных японцев на правом руле. Знаю, что многие интересуются. Многие хотят себе японскую машину, но боятся сталкиваться с подзаказом. Так вот, ребят, если что, мы занимаемся. Там Антон ссылочки прикрепит. Если что, обращайтесь ко мне. Влад, он очень скромный дальневосточный парень. Он даже не сказал, что у него есть YouTube канал. Кстати, я смотрел, они там рассказывают, как можно приобрести машину на аукционе. Как не попасться на уловки каких-то мошенников. Как вообще вся эта структура работает. Как эта сфера про зеленый угол и прочее. Это очень интересно. Поэтому переходите к ним на канал. Смотрите, подписывайтесь. Ну и у нас есть планы к вам приехать. Все-таки. Но не то, что это не гибрид забрать, а что-нибудь поинтереснее для нас. Правильно? Что-нибудь, чтобы прямо долбить гелиги. Вот такая машина нам нужна. Так что нам подбери. И мы потом еще обязательно с ним. И нам еще нужен турбовый чайзер жесткий. Сил на 700-800. Ну и вообще много машин, наверное. Поэтому переходите к Владу на канал. Пишите, у кого есть быстрые тачки. И мы будем устраивать зарубы. Менеджер Антон против Влада Автоазии. Да, ребят, знаю, что многие интересуются автомобилями с аукционов Японии, но просто-напросто боятся с этим связываться. Хочу вас убедить, что это гораздо проще, чем кажется. У нас есть наш сайт с полным каталогом цен на автомобиле, где можно и посчитать любую машину из Японии. И также есть там инстаграм, ютуб-канал. Все будет по ссылочкам. Переходите, обращайтесь. Ладно. Мне кажется, мы тебя сильно много сегодня накатали. У тебя много эмоций будет. Ты даже несмотря на смену часовых поясов не заснешь. Поехали мы дальше долбить празики, крузаки, показывать, что они могут и как они нарушают законы гравитации. Сейчас будет самое интересное. Круто! А прадеды так смогут? Реально круто! Смогут так, прадеды! Ты только кто заехал в Черкан? Потихоньку попробуй! Ты видел, у него улыбка вниз была. Это называется хмурость. Прикольно! Серьезно! Дальше могло. Сюда, он там нырнул. Все, проткнулся. Порвалась! Как ты вообще лихо это делаешь? Сейчас дальше будет интересней Ты вот там как раз раздавки садишь Так, сейчас два прадика походим Миш, подожди, он сейчас назад проедет А у него тюнинг задний отскочил лишний У тебя-то его нету, поэтому смелей Облегчение Облегчение, да, это было облегчение небольшое Давай, Миша Зацеп вроде хороший Хороший, но она такая была Да, вот чуть-чуть динамики надо, чуть-чуть Фронтов Это легко стало, да? Да, давай попутаем Ручка зарвозем Но ты лучше ездишь, чем Паша Сейчас мы эту Вашу Серафиму раскатаем Вообще по полу А говорят, японцы для себя лучше делают Остановите его Миша, он сядет А там руль не с той стороны Да там педали одинаковые Сейчас багги будет покорять гигантскую гору Он сидит, пристегивается Запустил мотор Блин, у него весь обрез вот этот металлический Какой-то бутафорский Глянь, перед согнулся Порог согнулся Хотя ударов как таковых нет Это невозможно Вы с каждой покатухой все жестче и жестче выдаёте Может попросить багги еще порыть? Ну знаешь, там бы чуть-чуть сбить Можно про неё пробовать туда Вот это Land Cruiser Ни одна машина больше такой не повторит А если повторит, она разложится Помните, я здесь Дюранга прыгал После этого у него колеса домом стояли Да, я магнитолуюсь А это Toyota Он прыгнул, пофигу ему Делают же машины То есть делали машины нормальные Серафима не испугалась Заехала Все выполнила четко, что ей было сказано Сейчас как машину она начнет лучше чувствовать Я думаю, она начнет лучше заезжать Сейчас мы будем пробовать ее на других горках, да? Да Ну тебе нравится? Классно Страшно было сначала? На той было страшно А здесь? Здесь нет Почему? Потому что я с тобой сидел? Ну конечно Серафима изъявила желание сесть в багги Она пристегивается Сейчас что-то будет На носик сломается Блин, а я не снимал Скинешь мне потом, я в тикток залил У тебя скилл растет Ты же раньше не умел ездить вроде Ну да Вот видишь, быстро как учусь После каждого видоса прям все шури И еще, я думаю, две покатушки я буду преподавать, наверное Потому что рейтинги растут, а? На нашем канале, да? Ну конечно Конечно Чтобы у Серафимы убрать страх подъемов в горок Мы решили посадить ее в адскую колесницу Чтобы она сейчас кайфанула Ты боишься уже заранее? Нет, я же сама попросила О, давай Все, сейчас она пересядет в ауди В оранжевую и помчит А, ей просто показали как надо Да, потому что это не страшно Вот эти крены, это не страшно Заметил, как у него подвеска какая жесткая, передняя Он с прыжка, я думаю, бах И даже амортизаторы не складываются А кто ему вообще разрешал учить? У него есть образование? Говорят, Миша без лицензии действует В смысле без лицензии? Есть у него какая-то синяя там Синяя Вообще как профи Да, вообще Да она вообще молодец Можно заметить, она ездит в стиле Мишина Потихонечку, под средним газом Надо проверить, может он себе там вторые педали сделал И там нажимает Без лицензии, не лицензированные педали Вот как-то в дождик Нивы переворачиваются Нет, сейчас нас в дождика нету Ну вот сейчас приедет А он идет, видел, оглядывается Как будто украл что-то Может он выхлоп украл от Ауди Ты видел, нету насадочек Я его сейчас снимаю, он лежит, оглядывается Или в кармане у него насадка Бринчат Зажал там пальцы Нет, в руках идет, вот так чего-то нагреб Идет, идет, спокойно А сзади не видно Сразу заметно, что методика Миши заезда спокойно Но заезжает, да? Конечно, везде И не боится заезжать А ты спал, когда заезжает? Я придремал Давай назад чуть-чуть Нет, он хочет все-таки вперед пройти Да вон уже стоят все Нет, я думаю, они встают Ауди решают Конечно Его походу за ночь что-то обучили Все на тренажере Потому что вчера он хуже ехал гораздо Сегодня прям едет А вчера с дороги был С дороги был уставший Новое препятствие Ладно, он же ученик не обошел своего учителя Ничего страшного Мишина тактика Не, ну почти Почти Тут еще ни одна Ауди не заезжала Да, тут только не ворвались Можно засчитать как плюсовой заезд положительный Но она еще сейчас и назад поедет Надо подтолкнуть чуть-чуть Смотри, не вывалить Давай, поехали Паша, ну твоего веса не хватает Так, Паша, вылазь Чуть-чуть назад и туда Уползет Вот, вот, вот так рули держит Стоп Давай, бежать Давай, давай Там Ауди стоит, ребята Нет, нет, нет Там Ауди стоит Ауди стоит Скажите Да он не заедет Да мало ли Ауди Слушай, нам надо Ауди удачно продать Ауди Вот заедет Не, спрячьте так Ауди, чтобы они врезались и выкупили у нас ее Да? А так не хотят выкупить? Да, ну все Заедет Встань Все, она перестала Вот и проблема Ну, либо кардановая Нет, там же у него граната Шрусовый Какие впечатления? Классные Серега, последний раз Что-что? На кардане, да, на заднем Как Миша учит Получается Он любит эффективно, но не эффектно Эффективность должна быть А эффектно газовать любой сможет Так вот с пассажирами все время катаются Нормально поедем Давай, мы сейчас толчем Едь отсюда Отставляйся Едь отсюда, не рысь Вот и все У пацанов своя тактика Заразился Походу действительно выспался Либо что-то ночью произошло другое Да, главное В ремне ни у кого рук нет Нет О, поеду Все, пошел Все, лежать Только не раз Лежать Один в поле Вовремя остановиться Вовремя остановиться Да, испугался Это у меня расширительный бачок Пока у меня, потому что крышки нет Нормально, родной Надавление не держит И пока вот так вот Миша, ты понял Лечение позвоночника Методом простукивания Опять себе спер на Ауди Да? Забирай Хороший порог Если попадет на размер То насадки, то пороги Есть, сотка есть Показывается, да? А до этого три года у нас сотки вообще не ездили Ну, раз тут просто быстрый ученик Даже Женя у нас приезжал, да? Но он не так Не настолько, да Хотя машина точно такая Не в обиду, конечно Не-не-не, вообще, вообще Я ж нормально Сборка Куда черный Субарь не смог заехать Я на черном Субаре сюда не смог заехать Сейчас посмотрим, как сюда сможет или не сможем заехать Это Ауди Трехлитровый бензиновый V6 Автомат Новая летняя резина Маленький лифт Пять сантиметров Поехали Она не знает траектории Да, да, да Что-то Мишка не может так угадать сразу Они, походу, решили передолбить Как-то это было прям Вот так вот Девчонка все равно, она пугается Она первый раз в жизни Да, поэтому она немножко перед бугром Я думаю, немножко все равно Ей страшно Машина без электронных помощников Чуть ловит диагоналку И все, сразу буксует Проблема То же самое я испытывал на Субару Она троит Троит Ну, когда под газом, идет троит На скот Отлично Отлично, отлично Почти Стоп, стоп, стоп ЕСП выключено Нет, включено Ну, а выключить и первую передачу включить Значит, надо, а не поедем Ну, попробовать надо Ну, давай попробуем Давай Давай Я хочу попробовать Я же не ездил на ней ни разу Даже не сидел за рулем Ваг Не доехал Сима выше заезжала на метр Красиво, конечно, красиво Вот теперь пусть она повторит Автомат Мне кажется, что-то с автоматом не то Как-то она не хочет ехать Ну, что, Миша Надо теперь заезжать Мне за руль садиться Да ты и так там подруливаешь Постоянно Я подруливаю, когда мы назад катимся Еще одна попытка И переходим на другие горки Вот и все Надо просто немножко поагрессивнее ехать И все получится Серега Почему на своей белой Ниве едет? Просто он едет на агрессию У него нет задачи доехать до финиша Он едет вот каждую лужу Главное ее проехать То, что будет дальше, пофигу Гори оно все лесом Поэтому Нива и не доезжает до финиша никогда Тактика у него какая-то своя Все отсюда заезжают Левее на гор Он заезжает наоборот Справа налево Все думали, что краун сегодня не поедет Нет, поедет краун Самый низкий Самый длинный Из всех автомобилей Сегодня должна была быть Волга Вот, ну, японская Волга На полном приводе Я примерюсь сначала Просто проберу Ну давай, примерься Смотри, какой красивый Ты вот это сними Смотри, какая король Роскошь по-японски Задний банкер совсем не проходит Ну он сейчас вообще слетел, да? Нет, он сейчас на месте А как он отклоняется? Говорит, банкер на месте Ну он на месте? Нет А, с этой стороны не видно было Уже все сделал? Ну, ты сильно ему гребешь Сильно? Сильно Левее взять? Да нет Мне кажется, ты не пройдешь Сломаешь Нафиг Ну я тоже так иду Стоит он там Сюда еще никто не прожал никогда Доехал Ты прямо сегодня лидер После баги Ты второй после баги После баги Все, поехали на другие горки Все, поехали на другие горки Ну, меня сильно у Allroad удивляет Я вчера видел, как он ехал И как он сегодня едет Это совсем Как будто водители разные И машины другие Сегодня прям едет Allroad хорошо Просто там желтушка Ну, желтушка Ну, желтушка Давайте быть откровенными Она и легче и короче По моторам и трансмиссии Это одинаковые машины Почти там Плюс-минус Поэтому, наверное, Allroad лучше едет Смотри Смотри, там мяско все Все А тут каша нормальная Слышишь Юр, ты приехал мне кашу Да, да, да Ну, надо назад дергать Интересно ваш канал смотрит А не на Гранту Другую возьмем У Днедорожники А на Гранту Потом на другой раз Где покажем Нету дороги для Гранту Нету дороги для Гранту Я тут чуть-чуть попрошу Грозно идем Ох, сейчас полетит Паш, стой Серьезно, пора Испачкался Повтори, бля, телефон не пустил Тихо По болоту хочешь проехать? Да может быть Сейчас плохое будет Шапку хоть Надо было сразу одеть Все, пассажиры тебе больше не сядут Один грязевая шапка Испачка В блядь Испачка В блядь В блядь Тихо В блядь Тихо Тихо В блядь Смотри, Миша, куда он ее ведет? Хорошая, стой, 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 упер. Стой! Стой, да стой! Здесь бамперы решили, а выхода нет, опалился. Чуть облегчить. Стоп, тормози! Стой! Может, я окошко открыть, оно не слышит? Да, наверх. Че-то нефига, дальше на пол, блин. А может, они опять с ESP? Стоп! Миша любит с ESP ездить. Миш! Попробуйте вот отсюда, полметра на рыбке, с двух педалей. С двух педалей едут, с ланча. Все, Миша, давай следующий. Машину надо доготавливать, она не готова. Ты хочешь попробовать? Да, ну, надо понять, возможно, при ауди, конечно. Да машина не готова. Ты выбежал сразу интуитивно к самому доброму человеку поближе. Конечно, к самому большому и самому доброму. Ну, на 20 сантиметров выше заедет. Мы стих придумали. Мы долбили апельсин, много нас, а он один. Серафимик Кожура. Это долька для ежа. И там еще долька для чижа. Японцы для себя делают лучше. С мальчиском, но заехал. Ну, это же 90-й, правда, в обличии 120-го. У него трансмиссия такая, как у 90-го. Мотор, как у 90-го, этот 5ВЗ. Как вы решились? Ну, вот отсюда подъем с переворотом и кувырок с переворотом. У кого как получится. Сотка куда-то поехала. На сальто. Она, я не знаю, он куда-то вообще, смотри, поехал в лоб куда-то. Вот, Миша, пока. Батлер находит? Сотка сегодня вообще. Ох, зря. А вот этот человек в Инстаграме писал, что-то у меня там с коробкой не то. Ты не знаешь, где могут посмотреть? По-моему, там все то с коробкой. Она вот под такими углами и едет нормально. Думаешь, Миша так сможет спорить? Я думаю, сможет. Сейчас Ауди поедет. Миша сел там. Ну, наверное, сбоку. Вот здесь они поедут. Миша за Россию? Нет. Он пассажиров по реке. Что, Миша поедете? Миша по реке. Да. Ну, хорошо, не надо чулок одевать вот прям перед париком. После сегодняшних покатушек Миша выйдет, наверное, из Ауди и скажет, Не, ребят, я уже стар для вот этих вот ваших всех покатушек. Сядет в свой Прадо и поедет потихонечку на горку. Ну, страшно, я думаю. Вот такие разгоны, и когда человек, говоришь, едет направо, едет прямо. Не хватает машины. Она перестает пустить, это вариаторная. Надо машину настраивать, что-то не то. Да, сейчас попробую, я заехаю. Точно? Да, давай. Михаил сам сел за руль, хочет попробовать, как машина работает. Троит, не троит. Снаружи слышно, что протраивает мотор. Пропетерит. Ну, пятерит, да. Миша в салоне сидя, говорит, да нет, все хорошо. Ну, вот, хвост моем, полетел. Она не везет, вот, либо мотор в аварии, потому что она не везет. Вроде 220 лошадей, она должна хорошо ехать. Паша, ну, все. Я не могу на это смотреть. Ну, как вот он так едет, пес? На передней приводе не хочет ехать. Мы знаем. Ладно, сейчас вовоз. А что у тебя сама? Полосень или кардан? Полосень. Прада всем надоел. Чего он всем надоел? Ну, а что ты? Все смотрят, как Прада доминирует. Да зайди в комментарии, в инстаграм у меня даже все пишут, что надоели одно и то же. Снимаете дорогие тачки. 350 тысяч рублей. Вложили 47, ТО сделал. Ну, просто реально по мелочи там набежало. Резина Виати, я не помню, сколько отдали. Что-то вообще там совсем мало. 12 или 15 тысяч. Машина, грубо говоря, бюджет 400 тысяч рублей едет, да? Но надо ее там немножко доработать. Бампер на место поставить, проверить масло в автомате. Мне кажется, немножко подбоксовывает. Допустим, на ДСГ, которой машины были, жестко блокируется передача, она лучше буксует. Да, Лех? Да, да. Или я что-то неправильно говорю? Нет, правильно. Ну, что-то она не едет, что-то ей не хватает. Появляем какие-то ошибки, какие-то недочеты, чтобы дальше машина уже могла ездить. Не хотим одной серии ограничиваться. Хотим показать, что из бюджетного автомобиля, который каждый себе может позволить, ну, большинство, да, что-то может показывать и помимо повседневной езды и на Уфроуде. Лидеров сегодня, как таковых, у нас нету, да? Нет, Юра у нас. Первое место только баги делит и крузак сотка. Ну, среди внедорожников сотка, а среди легковых, скорее всего, Алрот. Они примерно плюс-минус одинаково ехали, но Алрот меньше, тяжелее. Сима, какие у тебя впечатления? Понравилось. Вот сюда вот говори. Понравилось. И все? Запас. Миша тебя устраивает? На баги мне очень понравилось, конечно устраивает. Ты учишь меня руль правильно держать. Скажи, сколько мое терпения. Да, я как бы вроде не сильно понравилась. Не надо его пока лицензии лишать. Нет. Ну что, будем дальше ездить? Да. Есть потенциал? Есть. Открой свой потанцевал. Все, потенциал есть, значит будут еще у нас серии, будет продолжение. Есть определенные мысли насчет этой машины. Есть предложение, что с ней сделать дальше. Самое главное, что цвет удачный. Все, погнали. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok